Смотрите, хотела показать, я показывала в покупках, вот, новый появился, турецкий кофе, типа, вот, в пакетике, три в одном, да, на, девочки. В общем, смотрите, вот так он выглядит, очень-очень вкусный, обалденный, реально, разницы особо, что вареный, что такой, нет, ну, конечно, присутствует некоторая разница, но, в принципе, на крайничок, вот так вот, если хочется и не хочется варить, очень даже хорошая замена. Даже пенка получается, сейчас я налью, покажу. Единственное, что я без сахара обычно, вот он сладковатый, а так все супер. Смотрите, вот такая вот пеночка получается, аромат, да, такой, но он чем-то похож, знаете, на сманла, вот, мне напоминает чем-то этот вкус, ну, в общем, вкуснятина. Буду сейчас завтракать, да. Всем привет, я сейчас собираюсь краситься, буду красить волосы вот такой краской, это платиновый блонд, номер 10-2. Я уже красилась такой краской раньше, когда у меня волос был полностью обеспечен, обеспечен, то есть я предварительно осуществлялась, и вот красилась такой краской. И цвет, кстати, очень классный получался. Это где-то в июне, я, по-моему, снимала видео в 2018 году. Кому интересно, посмотрите, я оставлю ссылку на это видео в разделе, в описании под видео. Можете посмотреть, кому интересно, потому что сейчас-то у меня волос вообще не такой, то есть он у меня сейчас не обеспеченный, поэтому я не знаю, какой цвет получится. Она здесь осветляет на 4 тона, вот, ну, конечно, будут темно отличаться от цвета, ну, не знаю, в общем, посмотрим. Захотелось поэкспериментировать, в общем, развлекаюсь как могу, поэтому посмотрим, какой будет результат. Оставайтесь со мной. Всё, нанесла краску на корни и на тёмные участки. У меня под низом волос тёмные, ну, значительно темнее. А вот этот вот светлый я пока трогать не буду, сейчас минут 20 похожу так. И потом на минут 15 нанесу сюда, чтобы хотя бы не так прям шибко. Но всё равно здесь я не жду, что будет прям однотонный результат. Мне, в принципе, так и не надо. Мне нравится, что внизу темнее, чем наверху. Вот, ну, это так, для более или менее равномерного результата. В общем, посмотрим. Так, смотрите, вот такой цвет получился. Кстати, на удивление, я не знаю, видно, не видно, корни довольно-таки равномерно прокрасились, несмотря на то, что здесь был светлый прям волос. А тут были тёмные корни и совсем, ну, там на чуть-чуть вообще отличается. В принципе, вот на свету даже особо незаметно. Немножечко обновила себя, но мне нравится. Я немного холода добавила, немножечко. Мне кажется, под мои глаза хорошо. В общем, нормально, мне нравится. Ещё пару раз помою, он немножечко будет посветлее. Будет с холодным отливом, но посветлее. Нормально. Нормуль, я довольна. Хотя бы так, ну-ка, если на эту сторону. Вот видите, вот так получается. Ну, что ещё? Хоть как-то себя радовать. Хотя бы так. Сейчас ещё брови хочу покрасить. Уже, чтобы завершить свои дела. Покрашу брови, и будет вообще нормально. Будут более выразительные. Так что вот так вот. На меня какой-то тупняк напал. Вот сижу, туплю. Надо что-то делать, я сижу, туплю. В каком-то этом... В космосе летаю. Вчера сюда цветок поставила с балкона. Ну, это коробка, там этот, блендер. И, в общем, беру... Ну, я полила цветок, и потом через какое-то время его поставила сюда. И Бирол вечером пришёл, и ещё его полила. Тут всё на мочи. А я хотела, чтобы в этой коробке хранилось. То у нас всё, сегодня опять и рада. Очередную тарелку разбил. Я говорю, вот три дня назад Бирол жарил пирожки. Я не помню, я рассказывала, нет. В общем, он жарил-жарил пирожки. И с мясом в итоге, в общем, только он их пожарил. Всё. Стояла рядом со сковородкой стеклянная тарелка большая. В ней, в общем, пирожки. И Бирол что-то нагнулся мне сказать. А, что-то попробовать или что. И, в общем, она как-то сама соскользнула и упала вместе с пирожками. В общем, он ещё ничего не успел. Вот только дожарил, выключил плиту. Ну, и всё было в стекле, все пирожки в стекле. В общем, целый час стоял, жарил и всё. Разбилось. Вот три дня, получается, прошло. Разбилось опять тарелкам. Скоро будем, видимо, с ладошки. Будем в ладошку накладывать и есть. Ну, у нас есть, конечно, там ещё вот такие глубокие уже, все разбитые. Которые такие тоже немножко, ну, которые пиалки тоже одна осталась. Вот такие вот малепусенькие есть. Вот, ну вот, уменьшим дозу. Как раз сейчас тяжёлые времена. Будем вот с таких вот маленьких пиалочек кушать. Капец, прям сижу, не могу себя ничего заставить. Вот не могу, вот, как сказать. Вот такой необъяснимый тупняк. Вот, знаете, когда бывает, ты просто сидишь, и ты понимаешь, что у тебя мало времени, что вот пока вот Альбиночка спит, пока девчонки чем-то заняты, и у тебя куча дел, тебе что-то надо делать, а у тебя тупняк. Вот просто тупняк. Вот я сижу, не могу, вот, как это, не могу себя заставить, и всё. И то надо сделать, и то надо сделать. Я сижу какая-то в прострации какой-то, нахожусь вообще. Ой, это, наверное, уже, конечно, я так понимаю, на меня стены уже совсем стали давить, потому что я привыкла, что мы это с девчонками. Ладно, мы там не выезжаем куда-то там на веселуху каждый раз, и то, да, от этого грустно становится. Так мы хотя бы каждый день на улицу выходим. Очень редко, когда не выходим, когда там вообще дождь или что-то, так-то ходим, а тут, получается, на улицу не выходим, с ним постоянно дома, и вот это вот... Вообще, да, трудновато, в общем, становится с каждым днём. Так Ирада была полдня в школе, потом, ну, пока мы там с Эджерин, потом Ирада приходила, я её кормила, мы там шли на улицу, какая-то разрядка, и девчонки лучше себя чувствовали. А сейчас, конечно, вообще, Эджерин прям очень капризничает, она постоянно подходит к окну, хочу гильё-гильё, как она говорит. Девчонки прям нервные стали, серьёзно. Прям, ну, как-то для них это тяжело. Ну, и для меня, конечно, тоже. Но нужно, значит, можно. Ну, тут, конечно, я смотрю, и вчера видела пару детей, ещё кого-то. Ну, вообще, в основном, никто не выходит. Ну, видела вот пару человек, но всё равно мы решили сидеть до последнего. В общем, как-то так. Сейчас ещё, ну, кто смотрел видео предыдущее, ну, может, кто-то не понял, кто понял, тот сейчас это обрабатывают. Вечером. Ну, что-то брат сказал один раз в неделю, но вчера пришло... Ой, что там на руку мне? Ну, вчера пришло сообщение не выходить из дома. Ну, там, в 11 часов, что ли, чтобы будут всё обрабатывать, чтобы никто не смел выходить. Но это, видимо, как-то опасно. Я так поняла, что нельзя, чтобы кто-то был в каких-то там они... Ну, я не видела сама лично. Как-то, я не знаю, смотрела, смотрела, в общем, не видела, как они там что обрабатывают. Вот. Ну, сегодня какой день? Вчера был какой день? Среда? Или вторник? Вторник, наверное, вчера был. Получается, они, значит, по вторникам обрабатывают. Может, уже чаще стали обрабатывать. Ну, слава Богу, я рада, что они обрабатывают. Это очень хорошо. Но вот конкретно тут я не знаю, что они обрабатывают. Я здесь не видела. Может, они, наверное, двери вот такое всё обрабатывают. Там, где люди касаются. Потому что, ну, так, конечно, да, они отдельно не смогут там всякие балконы, всё, что это. Наверное, скорее всего, перила. Там эти двери. Вот такое всё, скамейки, наверное. Ладно, в общем, пошла я себя заставлять что-то делать. Хоть как-то. Покажи. Вот. С этой стороны злой без морковки, а с этой стороны добрый с морковочкой. Ой, как классно. А теперь давай по-доброму. Я тебе дам книжечку, и ты математику поделаешь. Хорошо, ну, я бы ещё поделал. Ну, иди ещё одну сделай, будешь математику делать. Да, листов нету. Ну, сейчас принесу вам. Смотрите, достала этот, господи, овсяные хлопья. Сейчас сделаю из них муку. И буду делать и ради блинчики. Сейчас попробую. Получится, не получится. Надеюсь, получится. В общем, сейчас перемолю в блендере. А потом покажу вам, как буду делать дальше. Всё, Эйджерин уже идёт с этим, господи, со стулом. Смотрите, вот я насыпала. Да. Я насыпала, но я надеюсь, получится. Я как-то еду. Сейчас, Эйджерин, конечно же, будет это делать. Без неё никуда. Да, Эйджерин? Давай, Эйджерин. Ну, давай, давай, давай. Я тоже. Господи, вы как эти. Ну, давай, нажимай. Эйджерин, нажимай. Эйджерин, нажимай. Эйджерин. О, получай. Эйджерин. Эйджерин. О, у меня башни. Эйджерин. 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 Вот, смотрите. Эйдей. Подожди. Маме и бабуне. но она не так прям до конца надо еще да надо еще чуть-чуть но все равно но наверно еще чуть-чуть в общем смотрите как буду делать стакан муки я не знаю сколько здесь может 250 грамм молоко 2 яйца и немножечко соли и еще маслица добавляет рада давай разбиваясь мультипом и джинсей день я уже профессионал разбивать яичко потому что я сама яичко делаю но мама меня контролирует так давайте молоко молоко давай вместе жиру чуть-чуть муки сначала чуть 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 теперь мешай вообще-то надо было чуть-чуть смотрите вот такое тесто получилось и вот оладушки получились кстати довольно таки вкусненькие ну как мы хотели блины сделать но потом в процессе решили сделать вот такие вот мини блинчики может это что-ли оладушки или лепешки в общем непонятно что но очень вкусно кстати получилось сейчас и радочки положу несколько штучек с вареньем вот берл сегодня принес и радочки инсулин лантус лантус это длинный к наночную поле это короткий перед едой вот как нибудь иголки и вот эти вот стрипт чтобы сахар мерить и вот короче что хотела сказать меня спрашивали платно не платно вообще все как бы бесплатно но мы чисто какую-то символическую плату всегда платим если по отдельности к примеру это 35 лет где стоит это тоже около 30 лир каждая стоит если покупать это я не знаю инсулин и лантус но берл за все дал 35 лир то есть там какой-то процент все-таки платится но это понимаете в любом случае это ничего каждый месяц это мокрое это я спиртом все обшикивал а вот кстати это я когда что-то приносится домой все пшикается спиртом я отдельно ничего так не мою просто обшикиваю все хорошенечко спиртом вот в общем вот так к нам пришли новые рыбки привет вон ведь добро пожаловать в нашу дружную семью они весь будет синий белый